Что же в самом деле представляет из себя дар иных языков? Думаю, что в Деяниях 2 главе, на день Пятидесятницы, мы видим первый пример говорения людей на языках. И те, кто говорят на языках, я думаю, ясно говорят на других языках. Лука приводит для нас все эти разные регионы, откуда пришли люди, и он говорит, что они слышат говорящих на своем собственном языке. Есть некоторые люди, которые выводят отсюда, что дар был даром слышания. Но я все же думаю, что когда вы читаете этот текст так, как оно есть, то более вероятно, что этот дар — это дар говорения. Таким образом, они говорили на различных языках, люди, находящиеся в Иерусалиме на день Пятидесятницы, были со всех концов мира, они слышали апостолов и их друзей говорящими их собственными языками. Стало быть, какова же природа дара языков во второй главе Деяний? По мне, так это ясно говорит на иностранных языках. Следующий яркий пример говорения на языках мы видим в Деянии к Десятой главе, где Петр проповедует Корнилию и его друзьям. И Петр проповедует им, никаких приглашений мы не видим, но Дух внезапно снисходит на них. И они говорят на языках. И тут я бы сказал, что бремя доказательства лежит на тех людях, кто говорит, что этот дар отличен от дара Деяний второй главы. Во-вторых, язычники, ибо Канилий был язычником. Язычники, говорящие на языках, служат доказательством этим еврейским верующим, что эти язычники приняли Святого Духа, что могло озадачить евреев, ибо язычники не были обрезаны. И в третьих, в Деяниях 11, Петр говорит, что они приняли такой же дар, как и мы. Таким образом, я думаю, что это ставит точку. Это тот же дар. И снова, я думаю, вполне ясен момент, что они говорили на других языках. Лука не оставляет нам никаких намеков, где-либо указывает, что это какой-то другой по природе дар, отличный от Деяния 10. Третий пример находится в Деяниях 19, где Павел идет и проповедует 12-ти Ефесянам, которые слышали только об Иоанновом крещении, и он говорит им об Иисусе и Святом Духе, и они принимают Духа, и они говорят на языках. То есть, опять же, нет причин думать, что мы теперь имеем два примера дара каким-то образом отличного от Дара Деяний 2-й главы и 10-й. Таким образом, я думаю, что есть все основания понимать дары языков как то, что они говорили на других языках. По поводу 1 Коринфянам? 1 Коринфянам с 12 по 14. Многие люди утверждают, да, дар был даром говорения на других языках, Деяниях. Но в 1 Коринфянам говорится о языке личной молитвы или экстатических изречений. Когда я говорю экстатические изречения, я не вношу что-то негативное в сам термин, но это уже нераспознаваемый язык. И таким образом они говорят, знаете, языки сегодняшнего дня это не говорение на иностранных языках, но это подобные экстатическим изречениям, о которых мы читаем 1 Коринфянам с 12 по 14 главу. Что возможно, но я в этом не убежден. Я думаю, есть определенные аргументы против этого. Во-первых, я думаю, что бремя доказательства снова на те, кто бы говорил, дар в Деяниях отличается от того, что мы увидим в 1 Коринфянам. Самое естественное прочтение данных текстов с пониманием, что это тот же дар. Во-вторых, Христофер Форбс, кто сам харизмат и написал про вдохновленную речь, аргументирует, что греческое слово «глоса» не ссылается на экстатические изречения, но на говорение на языке. Такое в самом деле его значение. Я не думаю, что там есть место для экстатических изречений. В-третьих, однако, люди указывают на такие стихи, как 1 Коринфянам 14, говоря, «Ну, это явно другой дар, потому что в Деяниях они говорили к людям, и люди понимали». Но в 1 Коринфянам Павел говорит, «Вы говорите не людям». В 1 Коринфянам 14, вы говорите не людям, но Богу, и никто не понимает вас, но вы тайно говорите Духом. И тем самым они говорят, «Посмотрите, насколько отличаются». Это должна быть другая разновидность языков 1 Коринфянам 14, но я отвечу, что это не слишком убедительно. И ключевым моментом будет признание того, что здесь у нас другая рассматриваемая ситуация. В Деяниях, почему те, кто говорили на языках, говорили к людям и не говорили тайны? Потому что люди, которые знали языки, были здесь. Если, и это было в 1 Коринфянам, Павел рассматривает особую ситуацию в церкви, где коринфяне говорили на языках, и никто не понимал того, что они говорили, то это не дар поменялся, это обстановка изменилась. Если ситуация сложилась таким образом, и вы говорите на другом языке, и никто не понимает вас, то и в самом деле вы говорите Богу, не так ли? И это тайна для всех, кто находится там. Поэтому, честно говоря, я не думаю, что различия между этими двумя текстами в итоге крайне-крайне существенны. Мы просто должны признать, что в основе этих двух текстов лежат разные обстоятельства. Говорит ли Павел в 1 Коринфянам 14 о личной молитве? Да, безусловно. Он говорит, что можно говорить так наедине, но мы не собираемся совершать ошибку, говоря, ну, если язык используется наедине, то это должно быть экстатическое изречение. Я не думаю, что такое следствие уместно. Я думаю, Павел говорит, что нормально использовать этот дар наедине, но это не доказывает, что природа дара будет выражаться в экстатических изречениях. Вы можете говорить на другом иностранном языке и в частном порядке. Конечно же, Павел не думал, что такое уединенное говорение имеет особую важность для чьей-либо духовной жизни. Павел подчеркивает, что цель даров – созидать тело. Тем самым он не оставлял никаких рассуждений о том, чему подобно приватное говорение на языках, потому что это не то, чем он обеспокоен. Что же насчет языков ангельских? Может быть, мы не говорим только на иностранных языках, но также говорим и языками ангельских. Первый коринфянам 13.1 снова. Это возможно, но я склоняюсь не к этому. На самом деле, я думаю, что Павел говорит риторически и гипотетически в этом отрывке. Я думаю, что он говорит о том, что есть любовь. Он не пытается объяснить природу дара языков. Мою поддержку приходит в следующий стих, ибо Павел говорит, «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание…» «Слышите ли здесь риторическую речь?» Несомненно, это гипербола. Никто, имея дар пророчества, не знает все тайны и не имеет все познание. Но я думаю, что это вполне соответствует первой коринфянам 13.1. Если я говорю языками человеческими и даже ангельскими, тем самым я не думаю, что нам нужно вчитываться в это и говорить, что да, люди говорят языками ангельскими. Я думаю, он просто расширяет аргументацию, говоря, «Даже если такое было возможно…» Да и я думаю, Павел говорит, что мы этого не практикуем. Но я не имею любви, я просто кимвал звучащий, надоедливый звук. Таким образом, я не думаю, что аргумент про ангельские языки является убедительным аргументом в пользу другого типа языка. Другой же вопрос. Говорение на языках – это крещение духом? Имею в виду Деяние 2 главу. Это произошло прямо на Пятидесятницу. Вы могли бы сказать, что это день рождения церкви. Те, кто уверовали, говорили на языках. Деяние 10. Корнилия и его друзья, когда они стали христианами, говорили на языках. И Деяние 8. Возможно, самаряне говорили на языках. Текст не говорит, что они говорили, но это вполне возможно. Деяние 19, 12 эфесян, говорят языками. Однако, я бы утверждал, что во всех этих отрывках из Деяния у нас есть цель для говорения на языках, и это не должно быть обязательно приравнено. Это ключевой момент. Не должно быть обязательно приравнено к крещению духом. Итак, Деяние 2 глава – это инаугурация церкви. Это инаугурация Нового Завета. Это пришествие новой эры. Да, это идентифицируется с крещением духом. Именно. Ибо в Деяниях 1.5 Иисус говорит, что вы будете крещены, вы будете погружены в дух через несколько дней. Очевидно, что это произошло в Деяниях 2 главе. Таким образом, да, крещение духом может быть сопряжено с говорением на языках. Вопрос в том, обязательное ли это условие. Мой ответ на это – нет, но давайте перейдем к следующему отрывку. Говорили ли они языками в Деяниях 8 в главе с самаритянами? Давайте скажем, что да. Мы не уверены, текст не говорит. Тут говорится, что Симон увидел дух, данный им, может, он увидел и говорящими языками, но почему самаряне говорили на языках? Да, был большой культурный барьер. Было большое культурное разделение между евреями и самаритянами. Самаритяне даже построили отдельный храм, хотя иудеи сожгли его. Самаритяне, если они говорили на языках, и я думаю, что действительно они говорили, это было продемонстрировано иудеям. Да, самаряне реально стали христианами. Итак, были ли они крещены, когда говорили на языках? Да. Было ли это крещение духом? Да. Но функция и говорение на языках, как мне кажется, это продемонстрировать евреям, относившимся к ним с подозрением. Смотрите, эти самаритяне реально стали христианами. Деяние 10 глава. Корнилий и его друзья, язычники. Петр проповедует, они принимают духа, и они говорят языками. Крестились ли они духом? Думаю, да. Но почему они говорят языками? Не потому, что вы должны говорить языками, чтобы креститься духом. Они говорят языками, чтобы показать верующим из евреев. Да, эти язычники реально спасены. Они настоящие христиане без обрезания и соблюдения закона. И снова, говорение на языках демонстрирует, что язычники – истинная часть народа Божьего. В-четвертых, что насчет 12 ефесян? 12 ефесян в Деяниях 19. 12 ефесян были учениками Иоанна Крестителя, они говорили на языках. И очень интересным моментом будет то, что описание в Деяниях 19 – это неповторный опыт для них, потому что я думаю, что они вообще не были христианами. Они веровали лишь в крещение Иоаннова. Мы не видим здесь повторного переживания. То, что мы видим здесь, так это 12 ефесян первый раз входит в новый период искупительной истории. Они живут как бы в неком искупительном историческом искривлении времени. Они застряли на крещении Иоаннов, и они слышат благую весть об Иисусе и дарят Духа. Они верят, и они принимают Дух, и они говорят языками. Было ли крещение Духом? Духом? Да, но это крещение Духом, которое пришло при обращении. Таким образом, я бы сказал, когда вы смотрите на все эти четыре отрывка, Пятидесятница, Самария, Корнилия, его друзья, 12 ефесян, в каждом случае говорение на языках приходит при обращении, как аккомпанемент крещения Духом. Но есть веские причины в каждом из этих случаев, почему они говорили языками. 12 ефесян, почему они говорили языками? Показать, что Иисусова послание более важное, чем крестители. Иисус — это исполнение всего того, о чем учил креститель. Помните, они были учениками Иоанна. И в первом веке некоторые люди в самом деле учили, что креститель более важен, чем Иисус. И тем самым, все это показывает, что Иисус более важен, чем креститель. Он — исполнение всего того, о чем говорил креститель. И последнее, Павел упоминал крещение Духом 1 Коринфянам 12, 13. И Павел подчеркивает, что каждый христианин крещен Духом. «Прочитайте со мной. Все мы крещены, — он говорит, — неважно, еврей или грек, раб или свободный. Таким образом, крещение Духом — это то, что все христиане переживают при обращении. И что мы еще видим в 1 Коринфянам с 12 по 14, это сильно поможет. Павел говорит, «Не все говорят языками». Кристально ясно. Не все имеют этот дар, но все христиане крестятся Духом при обращении. Они входят в тело Христово, 1 Коринфянам 12, 13. Итак, вы объединяете все эти вещи. Все христиане крещены Духом при обращении. Деяния их верно. Мы видим это во всех четырех случаях, да, в этих отрывках. По определенным причинам это было сопровождено говорением на языках. Но когда мы приходим к 1 Коринфянам, то становится ясно, что крещение Духом происходит при обращении. Это не обязательно сопровождается языками. Фактически, возможно, для большинства это не сопровождалось языками. Таким образом, я подытожу вот так. Если говорение на языках – это говорение на иностранных языках, то я думаю, что большинство говорений на языках сегодня, то, что люди называют говорением на языках – это не то, что мы видим в Библии. Означает ли это, что я думаю, что все происходящее сегодня от дьявола? Я такого не говорил. Я думаю, что люди занимаются этим, исходя из добрых намерений. Но я не думаю, что это тот же дар, который мы находим в Писании. И фактически, я склонен думать, что этот дар уже не действует сегодня. Хотя, возможно, Бог может пожелать наделить этим даром на передовой, на миссионерском поле, как мы наблюдали в день Пятидесятницы. Но я не думаю, что это повседневная характеристика церкви сегодня. Итак, это очень спорный вопрос, не так ли? Хорошие христиане, которые любят друг друга, расходятся в этом вопросе. Мы по сей день, братья и сестры во Христе, главное, что все мы имеем Святого Духа, мы поклоняемся тому же Христу, мы принадлежим тому же Господу. И мы вверяем себя Ему, и мы молимся друг за друга, и мы любим друг друга, и мы несем благую весть в мир. Спасибо за просмотр Честных Ответов. Не забывайте подписаться.